Расскажу в итоге вот курс такой роликов про свои смерти, про свои наблюдения, про ангелов-хранителей, если вам интересно, короче. Я знаю просто, эта тема больная, в том плане, что информации об этом нет. Когда я написал свою историю на одном из порталов в YouTube, человек ведет ролики, собирает всякие, и там вопросы задавали люди, ну реально, что такое клиническая смерть? То есть я описал, народ в шоке был, то есть я написал там историю свою, как бы вообще реально в шоке народ был, что такое есть. Но я вам скажу, что я не был за гранью, то есть мне уйти не дают просто. Я вот нахожусь в этом мире, в этой оболочке, из-за того, что просто, ну как можно такое быть, что более пяти смертей, да, клинических только, и в итоге я живой. Вот как такое может быть? Да это, блин, не у каждого человека, блин, мне кажется, на земле. А у меня это было очень часто, и я уже до такой степени смирился, ну просто просыпаешься и все. Правда, отходники после этого очень жуткие, и в голове такая каша, но это будет в будущем. Сегодня я вам расскажу, как я первый раз утонул. В общем, мы всей семьей пошли на речку купаться. Там, ну знаете, маленькая глубина, то есть скат такой каменный, вода бежит, и там мы на кругах спускались, ну весело. А ниже была запруда, да, где там речка там в спокойную боль остановилась, да, и там течением вымывала какие-то ямы в дне. И вот в один прекрасный момент, короче, я попал в эту яму, у меня сорвалось с круга, то есть по ногам, то есть закрутило ноги, и я ушел туда ко дну. Последнее, что я помню, ну, это вот для тех, кто собирает статистику, именно вот там говорят, что вот в фильмах, да, смотрят, типа, ну значит все прекрасно, там приходит тебе смерть такая, садит тебя рядом, да, и ты начинаешь прокручивать свою жизнь. Этого не будет. По поводу того, с какой скоростью человек умирает, как вам сказать, за, вот, когда ты в воду наглотаешься, мозг умирает медленно. Но отключается он быстро. Вы не понимаете вообще даже, что вы умерли. Он у вас умирает уже после того, как у вас отключился организм. И это очень страшно. Если это осознавать со стороны, это очень страшно. Когда это происходит в реальном жизни, это происходит настолько быстро, что ты даже не успеваешь подумать и оценить вот именно прелести жизни, которые могут тебя постичь в будущем, да. Ты опираешься только на то, что вот, если ты самоубийца, да, ты опираешься на то, что у тебя только за плечами. А когда ты не ожидаешь вообще смерти, это происходит просто шокирующе быстро. То есть, это вплоть до того, что берем пульт от телевизора, да, нажимаем кнопку выключить. У нас тишина, черный экран, мы ничего не чувствуем. И у нас, знаете, в голове, вот знаете, как старые телевизоры черно-белые, там картинка или цветные были, это ламповые. Картинка в центр сходится, и вот она тускнет. Вот, я вам, знаете, что скажу самое страшное? То, что она тускнет очень медленно. Умираете вы в сотни раз быстрее. По поводу вот именно то, что жизнь проносится перед глазами, этого не будет. Вы не успеете ничего осмыслить, не принять для себя решение. То есть, это уже край. Но мозг вас к смерти начинает готовить за секунды до вашей смерти. То есть, когда у вас уже, ну, как первое происходит, что? Вас сорвало, вы пытаетесь барахтаться, потом от шока у вас выходит воздух из легких, вы наглотались воды. И дальше вы наблюдаете просто открытыми глазами, что вы можете сделать. Это, соответственно, крутить головой. Руками, то, что вы там барахтаетесь, да, или пытаетесь там выбраться, там, нащупать дно. Вы же не будете щупать дно. У вас руки всегда вверх. И, соответственно, вы можете только посмотреть на свои руки в последний раз. На то, что от солнца отсталось через воду. И вот так же вы уходите по дну. Ну, то есть, на дно. Достаточно это страшно. Просто, считай, жизнь выключается. Я не знаю, вообще, если вот глубоко вот так вот думать насчет этого, это очень страшно. Любая смерть, даже пусть по неосторожности, это, блин, вот те, кто думают, что вот, как дети, да, вот смотрят всякие игрушки, да, там, где убийство. И думают, вот я взял ножик, пошел, порезал своего там знакомого, типа, все хорошо. Во-первых, этот человек, который так сделал, ну, он не осознает отчет, не отдает себе отчет в том, что, лишая жизни другого человека, он, во-первых, себе психику корежит. Потому что я знаю, что такое, когда человек умирает на твоих глазах, прям в страшных муках, и ты ничего не можешь сделать. Это, кстати, будет следующая история, и она будет называться «Ангелы-хранители». В общем, я вам так скажу. То есть, если вы тонете, последнее, что вы запомните, это... И что вы запомните, и с чего вся ваша жизнь закончится, это просто... Вы дойдете до края, когда вы не сможете просто ничего сделать, и ваше последнее, то, что увидят глаза, это либо свет, если вы тонете. Ну, то есть, именно вот если вы по камням, да, где-то тело у вас несется, то есть, вы увидите, последнее, что запомните, это свет. Насчет воздуха вы даже думать не будете уже. Когда вы уже не сможете вылезти, да, и у вас легких вода, тут уже идет то, что мозг, он подготавливает тело к смерти. То есть, ему уже воздух не важен. Он отключает тело, он прям берет, отключает, вы ничего не можете сделать. Вы как, я не знаю, как спичка вот так вот, чук, застыли, все, у вас только голова может немножко поворачиваться. Можете вот так ее повернуть и посмотреть последний раз на солнце, все. Больше руками вы не можете шевелить. То есть, это, я не знаю, как, не инсульт, это как-то, ну, блин, фраза такая, знаете, ну, реально, столбняк во. То есть, резко, чук, и застыли в фазе какой-то. В этом нет ничего прекрасного. Для тех, кто думает, что смерть это вообще круто, блин, я хочу на тот край, нету другого края. Есть просто начало жизни, когда вы родились, и конец, когда вы умерли, все. То, что происходит вот в этот период, я вам расскажу, потому что за гранью я не был. Я был в центре, до центра это самая последняя ситуация, после чего, короче, у меня вот эти несчастья, ну, ушли. Вообще, по идее, у меня десятое чувство там внутри говорит, что я вообще не должен про это рассказывать. Ну, надеюсь на то, что YouTube это как бы, ну, мало ли здесь людей всяких разных всякую фигню снимают, да, то есть. И как-то мои ролики, вот эти вот, ну, какое-то количество людей посмотрит, но и не придаст этому значения. И это хорошо. Но те, которым людям просто необходима эта информация, я знаю, что такие есть. Я сам, когда, ну, ночью заснуть не могу, вот все, про смерть, я же все это знаю, я, блин, это все изнутри щупал. И я боюсь этого дня, каждый день, каждую ночь засыпаю, да, и если есть такие же люди, им вот именно эта информация будет полезна. Потому что я лично ищу в интернете эту информацию, я не знаю почему, но, блин, смерть у народа, мне кажется, идет на первом месте. Но я вам так скажу, что когда ты молодой, об этом не задумываешься. Эта ступень, эта грань происходит у нас только через, я не знаю, после 15 лет, что ли, после 16, после 18 точно эта грань наступает. Когда ты вот уже начинаешь чуть-чуть побаиваться смерти, но тебе, как бы, блин, и жизнь вроде бы интересна. А вот именно до этого момента человек реально не осознает, что такое смерть и что он может просто не существовать. Он не думает, что ему будет интересно что-то в жизни. Вот это вот самое страшное. То есть ты молодой, у тебя мозг как губка, ты впитываешь всю информацию, ты ее толком не обрабатываешь. Вот это самое страшное. Тебя отправляют на убой, ты идешь на убой, тебе вот дадут винтовку в руки, ты идешь, ты уже так о смерти не думаешь. Те, которым ставят перед фактом и говорят, идешь умирать, те начинают задумываться. Но тех, кого, блин, просто говорят, что ты иди, он картошку покопает, да, но не сказали, что в конце там лопатой зарубят. Вот это вот самое страшное. Что вот реально молодые, когда вот именно до такого определенного возраста люди, они думают, что смерть это просто переход, типа, и я стану там лепесточком, цветочком. Блин, а вот, а чтобы стать лепесточком, цветочком, это я уже в следующий раз как-нибудь в конце расскажу, когда вы уже поймете про что, вот именно что такое смерть. Вот на моих примерах. И может быть в голове у вас отложится, и вы сможете проанализировать просто, что в итоге может быть. Самое прикольное, это конечно то, что в последнем было. В общем, в общем, такая ситуация, что когда вы тонете, последнее, что вы запоминаете, это свет. Вы не запоминаете, что вода мокрая, вода холодная, вы запоминаете свет. Вам приятно, вас окутывает свет от солнца, да, если, например, днем. Ну, я ночью не тонул, извините, ребят, не подскажу вам, как это ночью. Ну, единственное, днем запоминается просто последний свет. Мне, короче, повезло, рядом, меня, ну, не смогли достать там, короче, рядом проплывал пацан, который плавал. У него в этом месте, короче, утонул отец, где я утонул, ну, утонул. Он меня успел вытащить, они там рядом плавали, он увидел это. Единственный, доплыл, и за что ему, конечно, огромное спасибо, он меня вытащил, откачал, то есть, и в итоге я живой. Представьте, вот год назад, ровно год назад, в этот же день, да, у него утонул отец. И через год в этом же месте я тону. Блин, ну, может быть, это стечение обстоятельств. Мне кажется, ну, просто у каждого человека есть своя судьба, и каждый должен перейти через что-то, какие-то сложности испытать в жизни. Если ты испытываешь все сложности и не ломаешься, ты остаешься человеком до конца, и, скорее всего, про это я, может, тоже расскажу, если интересно. Но это мое, честно, это мое только мнение. Я, конечно, понимаю просто, что, ну, у кого-то в голове это не уложится, потому что все мы такие вот грамотные, да, жизнь прекрасна и удивительна. Мы рождены для того, чтобы зарабатывать бабло, тратить бабло. Когда вы находитесь на грани, когда вы вот умираете, и вот это у нас происходит чик, последнее, что вы думаете, не бабле, не о том, как вы прожили вашу жизнь, у кого-то она скучная, у кого-то веселая, не о том, какая у вас была самая дорогая машина, или грудастая телка, или там пацан классный, да, или еще что-то. Вы думаете о том, какие лучи света проникают через эту воду, и как они прекрасны. Все. Понимаете? Кнопочка-то одна. Вы с собой ничего этого не заберете. Мы не роботы, мы существуем для того, чтобы, ну да, выжить, жить, это уже другое. Как мы живем, это тоже, мне кажется, как-то повлияет все равно на следующую жизнь. Но, блин, ребят, конечно, деньги это хорошо, но есть люди, которые реально на них зацикливаются, и я проживу эту жизнь, значит, следующую зашибись проживу, и я с собой еще возьму. Может, те, которые, наоборот, живут, знаете, как последний день, вот они знают больше, чем те, которые сгребут бабло, заказывают людей, убивают там, еще что-нибудь. Блин, ну это, я не знаю. В общем, я неправильно, конечно, разговариваю, рассказываю это все, раскладываю. То есть тут, по идее, надо красиво по полочкам разложить, что смерть это прекрасно, что ты там думаешь, вот у меня банковский счет, я в следующей жизни как-то рожусь, или как это делается, собачкой. Когда я запомню эти цифры банковского счета, приду, лаю в банк, налаю им свой код, блин, они мне откроют бабло, и я пойду себе косточек накуплю. Такого не будет. Вы умираете, и все, ваша жизнь на этом заканчивается. И это страшнее, чем то, что не произошло еще с вами. Мне кажется, жизнь, она, ну, достаточно многогранная, чтобы как нести себя в положительную, так и отрицательную сторону. Никогда плюс, ну, не будет, там, растянутым плюсом, там, всегда жизнь либо положительная, либо положительная выходит в отрицательную, а потом отрицательная выходит в положительную, иначе жить было бы неинтересно. Человек такой, человек такая натура, которая, мне кажется, рождена для того, чтобы переходить через какие-то грани, то есть переступать через себя, делать то, что другим, ну, блин, не под силу, мне кажется. То есть человек мыслящие в итоге существо, ему свойственно ошибаться, делать какие-то ошибки. И смерть, это вот именно, именно подводит итог вашей жизни. Самое смешное, ну, запомните то, что реально смерть, это страшно, убивать людей, это, ладно, это грех. Вы просто себе не простите, вам потом будет это все в дело приходить очень долго, ночами. Это страшно, ребята. Смерть, это не смешно. И сушить, сушить, говорю, весла. Смеяться насчет этого, мне кажется, это неразумно. Когда будете за грани, вы уже будете, как бы, то есть, ну, на пороге смерти, вы уже отбросите все, то, что вам человеческое, да, вот это вот. У вас будет именно последнее оцениться совершенно другое, то, что вы даже не ожидаете. И вряд ли вы будете думать о деньгах или о статусе, либо еще о чем-то. Смерть, в общем, это очень страшно. На этом спешу откланяться. Прислушайтесь, может, кто-то для себя, там, разберется немножко в себе. Ну, а потом я вам расскажу еще одну историю про ангелов. Хранителей своих, которые меня спасли от, ну, от смерти точно спасли. И как, блин, вот это все происходило, тоже я с вами поделюсь. На этом все. Всем спасибо, всем удачи. Мир. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok